Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди у нас шестая глава, шестой главы по двенадцатую книга Исаии. Это отдельный такой, шестой главы по двенадцатую, отдельный блок, который иногда в литературе называют книгой Иммануэля. О Иммануэле будет идти речь в седьмой главе, а сейчас мы прочтем шестую. Шестая глава начинается с рассказа о призвании, призвании Исаии, Ишаяху, сына Амоцова к пророческому служению. Произошло это, как мы читаем в первом стихе шестой главы, в год смерти царя Озии. Царь Озия, точнее его имя звучит Узиягу, он почил приблизительно в 740 году до Рождества Христова. И вот эти главы, шестую по двенадцатую включительно, включительно книга Иммануэля, они, скорее всего, составляют из себя пророчества. В этих главах находятся пророчества, которые были произнесены Исаией в тридцатые, двадцатые годы восьмого века до Рождества Христова. Я не буду каждый раз говорить до Рождества Христова, и так понятно, когда мы читаем и изучаем священное писание Ветхого Завета, что речь идет об эпохе до Рождества Христова. Этот царь Озия был известен тем, об этом мы читаем в книгах царств, что дерзнул совершить кождение, воскурить фимиам, ладан, на кадильном жертвеннике в храме Господнем в Иерусалиме. То, что могли делать только священники. Только священник имел право приближаться к жертвеннику кадильному, как и к жертвеннику всесожжения, конечно же, и медному жертвеннику, и совершать там жертву. Или, если речь идет о жертвеннике кадильном, воскурять фимиам в приятное благоухание Господу. Озия дерзнул это сделать, за что был наказан Богом, Господь его покарал, и он весь покрылся проказой. Четвертая книга царств повествует, что с тех пор, как он стал прокаженным, как на него обрушилась вот эта болезнь, цара от проказа, он уже жил отдельно, в отдельном доме, для того, чтобы не общаться близко и не передать эту заразу своим домашним, близким и всем другим людям. Озия не была таким уж благочестивым царем, но имя его, Теофорное, оно несет в себе сокращенную тетраграмму, Юдгей-Вавгей, Узиягу, Узиягу, помощь моя, вернее, сила моя, Оз, это сила, сила моя, Господь. Так звучит его имя. В 740 году он умер, и вот в этот же год, в год смерти царя, Узиягу, пророк Исаия видит видение. «И видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Храм. Речь идет о Иерусалимском храме, конечно же, построенном царем Шломо, Соломоном. В этом храме молится Исаия. Некоторые ученые считают, что Исаия был из священнического рода, и сам принадлежал к колену Левия и к роду Аарона, к роду священников. И сам таким образом был священником. Никаких подтверждений этой гипотезы мы не находим в книге Исаии и в других книгах священного писания. Ясно, что он был вельможей, он имел доступ к царю, он был одним из высокопоставленных жителей города Иерусалим, был богатым человеком, по всей видимости. Но мы не знаем, был ли он священником. Возможно, что и нет, скорее всего, нет. Он был вельможей, одним из вельмож Иерусалима. Так вот, он был человеком верующим и жил по заповедям Божьим, иначе бы Господь его пророкам, скорее всего, не поставил бы. И он молится, видно, имел такое обычай молиться в храме. Какой был праздник, может быть, субботний день, может быть, какой-то другой праздничный день, мы не знаем. Мы знаем, что Исайя говорит, видел я Господа, но здесь не священная тетраграмма, юд-гей-вав-гей, а адон, слово адон, господин, но из контекста совершенно понятно, что речь идет о Господе. И хотя не собственное имя употреблено, не священная тетраграмма, а лишь слово адон, титул божественный, мы все-таки из контекста догадываемся, что Исайя видел не какого-то там господина, человека, царя, может быть, или еще кого-то, а видел самого Всевышнего. Из дальнейшего повествования это будет ясно. Мы в пятом стихе читаем, и в третьем стихе читаем, там уже будет встречаться тетраграмма, именно имя, состоящее из четырех букв, юд-гей-вав-гей. Господь сидит на престоле высоком и превознесенном, Он царь царей, Он Господь господствующих, Он владыка мира. И вот храм Иерусалимский, это подножие ног его. Господь, конечно же, не в рукотворенных храмах живет, как сказано, Соломон, когда построил храм, вот эти слова в третьей книге цар записаны, что Господь живет не в рукотворенных храмах, потом эти слова будут повторены в Новом Завете, в книге Деяний Святых Апостолов, но все-таки Господь избрал себе особое место своего присутствия в Иерусалиме, на горе, которая получила потом название Храмовой горы, Гар-Абайт, гора Дома, и вот там был построен сыном Давидовым Шломо, Соломоном был построен храм, первый Иерусалимский храм. Это место особого присутствия Божия. Исайя видит, как весь этот храм наполняется краями рис, краями рис того, кого он называет здесь Адонай, Господина моего. Понятно, что речь идет о Боге. Бога видеть невозможно. Исайя видит лишь престол Господа, сидящего на престоле, не лик Господень, по всей видимости, а вот видит престол, край ариз, величие видит, необыкновенное. Вокруг него, вокруг Господа или вокруг престола, можно понять и так, стояли серафимы. Кто такие серафимы? Во-первых, русское слово серафим, в единственном числе, если на русском, оно уже множественного числа, множественного числа, потому что окончание им это окончание множественного числа мужского рода. Единственное число сераф, а серафим множественное число. Серафимы это уже множественное, множественное число. Единственное число этого слова, а Серафим — это уже множественное число. Так вот, вокруг него стояли Серафим, во множественном числе их было много, и у каждого из них по шести крыл. Кто такие эти Серафимы? Кстати, о шести крыльях упоминается только здесь, во всем Священном Писании, что у них было шесть крыльев. В другом месте мы встречаем этих загадочных существ с четырьмя крыльями. Между прочим, этим словом в книге Второзакония, этим термином, названы ядовитые змеи, которые водились в пустыне, по которой странствовал Израиль сорок лет. Может быть, эти змеи были с крыльями здесь, в книге Исаии. Может быть, они какой-то другой вид имели, мы не знаем. Может быть, у них были человеческие лица. Крылатые змеи, существа с человеческими, быть может, лицами, и шестикрылые. Здесь их подробного описания не дается. Говорится лишь, что у них шесть крыльев. У всех Серафим по шесть крыльев, у каждого из них. Двумя они закрывают лицо, потому что невозможно живому существу, тварному, даже ангелу, видеть лицо Божие. Это смертельно опасно. Поэтому и Моисей, хотя и Бог говорил с ним лицом к лицу, но это было скорее заднее Божие, 34 глава книги Исход, вынужден был даже от свет этого лица, поражал зрение израильтян, он вынужден был покрывало после общения с Господом одевать на свое лицо. Так вот, закрывали они лица свои, эти самые Серафим, потому что они не дерзали, боялись взглянуть на лицо Господне, на лицо Всевышнего. Не может тварное существо глядеть прямо, взирать на Бога и остаться живым. Не может человек видеть лица моего, говорит Господь неоднократно в Писании. Но, впрочем, в Новом Завете сказано, что чистые сердцем Бога узрят. То есть не глазами, а сердцем можно узреть Бога. Вообще, тема зрения Господня и как его видеть, созерцать, эта тема довольно загадочная и не до конца понятно-таки, что видел Моисей или что видел Исаия здесь из-за Писания этого богоявления в Иерусалимском храме. Двумя, таким образом, эти самые Серафим закрывают лица. А что с другими крыльями? Двумя они закрывают ноги. Считается, что нижняя часть существа, будь то человек, недостойная того, чтобы предстать очам Божьим. Вот двумя закрывают ноги, ну, а два других из шести этих самых крыльев остаются еще два, и этими они летают. Каждый Серафим. Что же они делают во время полета? Они взывают друг к другу и говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф. Прочту эти слова на еврите. Кадош, 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 адонайцваот, мало хольга арец кеводо. Вся земля полна славы Его. Слова эти мы произносим неоднократно в нашей христианской молитве. Но вот впервые они были услышаны человеком Исаией в Иерусалимском храме. И мы вместе с Серафим мы тоже взываем и обращаемся ко Господу. Кадош, 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 адонайцваот. Здесь я священную тетраграмму заменяю словом Адонай. Но на самом деле в третьем стихе шестой главы уже стоит не как в первом стихе, а в третьем стихе уже стоит священная тетраграмма, то есть собственное имя Божие. Не Адонай, а Ют-Гей-Вав-Гей. Священная тетраграмма, собственное имя, открытое Моисею на Синае при Неопалимой Купине. Третья глава книги Исход. Взывают они один ко другому. Мы также взываем на божественной литургии. Звучит это песнопение, мы его поем. Свят, свят, свят Господь Цаваот, Господь воинств. И поколебались верхи врат. В другом варианте основания врат. Врат Иерусалимского храма. Поколебались от гласа восклицающих. Громогласные были эти восклицания. Этих существ загадочных, этих серафимов. Глагол сараф значит пылать, гореть. Они пылали, они горели, горящие были. И поэтому у них такое название, серафим. От глагола сараф, гореть. Серафа, например, это пожар. И поколебались вверхи врат от гласа восклицающих. И дом наполнился курениями. Дом имеется в виду, слово байт, имеется в виду дом Божий. Иерусалимский храм. Какими курениями? Курениями, которые воскуряли на жертвеннике Кадильном. Воскуряли приятные ароматы особого состава. Примерный состав их известен. И даже точный. Описывается в Пятикниже Моисеевом. Состав, из которого состоят вот эти вот курительные смеси для Бога. Помним мы в первой главе, Господь говорит, Израиль нечестив, и поэтому курение, говорит Господь, отвратительно для меня. Там прямая речь Божия. Вот курение, оно должно доставлять приятность, благоухание, приятные ароматы. Но когда человек грешен, когда руки его полны крови, как сказано в первой главе Исаии, то тогда вот это вот курение, это приятное благоухание становится отвратительным для Господа. Ну, а вот здесь с этим все нормально. И дом наполняется курениями, слышит Исаия восклицание Серафим, и происходит вот это вот богоявление страшное, великое. «И сказал я», повествование идет от первого лица, я это Исаия в данном случае, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, а глаза мои видели царя, Господа Саваофа». «Пред лицом Господнем, в его присутствии, Исаия сознает себя грешным человеком». Так должен чувствовать себя всякий человек. «Может ли родиться чистый от нечистого, сказано в книге Иова?» «Ни один. Ни один человек нечист пред Господом. Господь абсолютно свят, Он тресвятой. А человек пред Ним, даже самый великий праведник, он чувствует свое недостоинство, свою недостаточную святость и даже греховность. «Погиб я, — говорит Исаия, — я, — говорит, — видел, глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Что под этим следует понимать, что его глаза видели царя, самого Господа? Ведь Бога видеть невозможно. Может быть, он видел престол, края риз, может быть, что-то необъяснимое, невыразимое. Но вот он оказался в присутствии Божьем, в том присутствии, которое повергает в ужас и Серафим, а тем более человека. И народ, среди которого живет Исаия, — это тоже народ нечистый. Уста нечистые. Человек часто погрешает своими устами. Вспомним послание Иакова из Нового Завета, где сказано, что уста — это такой орган в человеке, с которым человек не может справиться. И каждый, кто умеет говорить, погрешает устами своими часто. Очень легко с наших уст срываются слова, которых не следовало бы нам произносить. И мы часто жалеем о том, что произносим не только праведные и святые слова, и не только Слово Божие в наших устах, и не только Слово полезное и важное, но, увы, бывают и греховные слова. И даже каждый день. Тогда прилетел ко мне один из Серафим, я не буду добавлять это окончание, «ов» — делать масло масляным. Один из сарафов прилетел, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И с жертвенника Кадильного, на котором воскурялся вот этот самый Фимиам, дым от которого наполнял храм. «И коснулся уст моих и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Очистить может только Господь. И по приказанию Всевышнего, служитель, ангел, ангел — это служители Господни, совершается действие очищения уст пророка. Уста пророка — это то, через что вещает Господь. Это как бы громогласная труба, через которую Господь взывает к людям. Это тот самый рык, когда Господь рычит Сион и дает глазу из Иерусалима, как говорят Амос и Йоэль, пророки. А вот пророк своими устами озвучивает этот царственный, божественный, грозный рык. Тогда вот совершается очищение 6.6 Исаии, когда горящий уголь жертвенника касается его уст. «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Очистить грех может только Господь. Мы эти слова произносим, мы, священники, когда причащаемся в алтаре, мы произносим «Се прикоснусь устом моим, и это имя беззаконие мои грехи мои очистит». По-славянски произносим эти слова. Или когда причащаем диакона в алтаре, мы тоже говорим «Вот это коснулось уст твоих». Причащение, оно подобно горящему углю скодильного жертвенника, которым был очищен пророк Исаия. И нас причащение святых христовых тайн очищает от всякого греха. «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Вместоимение множественного числа. Древние комментаторы, толкователи видят в этом указание на три лица божества, три лица Пресвятой Троицы. Множественное число, местоимение. «Кто пойдет для нас?» «И я сказал, вот я, пошли меня». Исаия не дерзнул бы сказать до тех пор, пока не был очищен. Он говорил, горе мне, я человек с нечистыми устами. А здесь он решительно говорит, вот я, пошли меня. Только лишь после того, как он был очищен, он дерзнул это сказать. А сначала он устрашился. Господь ищет, кого послать. И порой посылает человека, который к этому не готов. А кто может быть готов исполнить миссию Господню? Кто может быть вообще готов к тому, чтобы нести пророческое служение? Никто. Но Господь, кого хочет, избирает себе в пророке, и кого хочет, посылает пророчествовать для своего народа. И вот здесь Исаия отвечает и соглашается быть божественным посланником, глашатаем божественного слова, вестником Господним. Что же, какую весть должен возвестить израильтянам, иудеям, жителям Иерусалима, пророк Исаия? И сказал он, он, Господь, продолжает говорить к пророку, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Слово Господне звучит, оно будет озвучено пророком. Пророк принесет от Бога людям весть. Но люди настолько огрубели, что они не видят того, что происходит с их отечеством, с ними самими. Они не готовы слышать то пророчество, которое им произнесет Исаия, и не могут уразуметь того, что будет происходить в ближайшее время. А будет великое запустение на земле. Мы об этом читаем дальше. И сказал я, Исаия, надолго ли, Господи, он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля это совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. Имеется в виду святая земля Израиля. Грозные события ее ждут. Северное царство в 722 году прекратило свое существование. Враг угрожал и Южному царству, и во время жизни Исаии сам пророк Исаия окажется через определенный период времени заключенным в городе вместо с другими осажденными в Иерусалиме. и опустошительные волны вражеские. Сиро-Фремитская война 735 года, затем нашествие Санхирива ассирийского царя в 701 году. Все это опустошит землю. Земля обезлюдит. Удалит Господь людей. Запустение будет на земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Возвратится, имеется в виду возвратиться из плена. Ассирийцы занимались депортацией. И вот как раз во времена Исаии, во времена раннего периода пророчества Исаии, во времена царя Ахаза, о котором речь будет идти в следующей главе, и следующего царя, во времена Ахаза на престол Ассирий вступил в Ашуре великий реформатор царь Теглад Пелезер III. Этот самый Теглад Паласар, Теглад Пелезер, он был великим реформатором в военной области, в социальной, в административной. И он вводит широкомасштабную, меняет глубоко внутреннюю политику, вводит широкомасштабные депортации, перемешивая народы внутри своей империи. Это понятно. Народ, оторванный от своей земли, от своих корней, он теряет волю к сопротивлению и становится более послушным. Это прекрасно понимали советские власти, занимаясь депортацией народов и изгоняя их с родной земли, отправляя в Казахстан или в Сибирь. Опять будет разорена земля, не раз постигнет ее это разорение. Но, и вот дальше звучит великая тема Исаии, тема остатка. Как от теревинфа, растение такое, дерево, куст, и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Тема остатка. Несмотря на многочисленные опустошения Святой Земли, несмотря на депортации, от которых лишь, может быть, одна десятая часть и оставалась населения и возвращалась, все-таки не до конца будет истреблен народ Божий. И святое семя, здесь так называется избранный Божий народ, народ иудейский, святое семя будет корнем ее. Когда-нибудь Святая Земля населится вновь. Это пророчество имеет дальнюю перспективу и уже предвидится в ней, предсказывается, а звучит ведь пророчество, автор которого сам Господь, Слово Господне, уже предсказывается возвращение, которое будет через довольно продолжительное время. Около двух столетий пройдет от этого пророчества до по крайней мере близко к двум столетиям пройдет перед тем, как закончится не ассирийский, а вавилонский, конечно, плен и первые волны возвращающихся из плена, из изгнания иудеев будут возвращаться в эту землю. Вот такая она интересная, удивительная глава, шестая глава, в которой повествуется о том, как Ишаягу был призван на пророческое служение. Не обо всех пророках мы знаем, как они были призваны к этому, но об Исаии мы знаем, как произошло его призвание. И вообще мы о нем знаем достаточно событий биографических содержатся историй, связанных с биографией Исаии, содержатся в книге, носящем его имя. Запись сделается для библейского портала Экзегет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...